Добрый вечер! Ну, будем говорить доброй ночи. Доброй ночи, да. Я бы хотела начать наш разговор с недавних перестановок. Потому что вы человек, который знает всю эту систему изнутри. Наверняка вам тоже интересно, да, наблюдать за рокировками? Да, по-моему, не только у нас в любом государстве. Например, даже перестановки в Италии, которые очень часто происходят, ну, в правительстве имеется в виду. Вот. И тоже интерес проверяется с нашей стороны. Правильно же? Ну, хорошо. Вот меня, в частности, вот интересует. Как вы думаете, вот человеку тяжело менять министерское кресло на кресло директора музея? Ну, конечно. Если сравнить по статусу, по уровню, ну, ниже, выше, конечно, тяжело. Тяжело. Вы знаете, вообще, я, например, со всех должностей, даже самых высоких должностей, вот, представитель Верховного суда, уходил по собственному желанию. И считаю это правильным. И знаете, почему? Как-то, когда мы переезжали в столицу сюда, в 97-м году, вот, в числе первых мы переезжали, И когда я искал здание для Верховного суда, был тогда Акимом области Браун. И вот он, после этого, через несколько месяцев он ушел. И мы с ним встречались, потому что он представлял мне это будущее здание Верховного суда. Я ему говорю, вы свое заявление написали, он ушел, поблагодарил президента. Я говорю, ну, вы, говорю, молодцы. Редко уходят по собственному желанию, а вы это сделали. Он говорит, знаешь, говорит, Максут, ну, он старше меня был, вообще вовремя уходить. Говорит, не все могут, но это тоже искусство. И я жалею тех людей, которые страдают после того, когда президент приходит к конкретному решению. В зависимости от ситуации, от времени, он же глобально смотрит на эти вещи. Правильно? Кто-то выполнил свое предназначение, так он должен уходить. И так страдают. Даже депутаты, уходя до выборной должности, уходя из депутатского корпуса, ждут, пока президент не предложит им какую-нибудь должность. Как будто президент обязан всю жизнь их уже оберегать, тащить. Но вы заметили, что президент никогда никого не увольняет, вот просто и не оставляет на улице. Вот в этом, по-моему, он чуть-чуть перегибает, не сам себе делает. Вы думаете, перегибает? Нет, не перегибает, он сам себе делает нагрузку. И все привыкли. Если он один раз поднял конкретного человека, так он обязан как всю жизнь обеспечивать его до пенсионного возраста, даже после пенсионного. Так и хотят оставаться на этой должности. Я думаю, это неправильно. Но посмотрите, во всем мире даже президент США уходит спокойно профессором в какую-нибудь компанию. То есть вы считаете, что человек должен чувствовать, когда ему уходить? Конечно. Потому что у нас есть... Есть же и другие люди, надо же давать дорогу и другому поколению, молодым людям, чтобы готовилось поколение за поколением. Мусуль Султанович, то есть вы за то, чтобы приходили молодые к власти? Абсолютно. Сейчас в университете я тоже потихоньку подтягиваю молодежь, команду молодых менеджеров, которые по-новому могут руководить. И знаете, уже у них получается. Мусуль Султанович, ну не все же вернулись вот сейчас после этих рокировок, многие вернулись взрослые, так сказать, не только молодых поставили. Это тоже надо. Знаете, по-моему, это тоже неправильно, когда ориентация идет только на молодых. И мне не нравится, когда вот, ну конечно, вот, дай бог, чтобы идея Байменова, идея нашего президента, который тоже утверждает, что нужно отходить от этой практики командности. Приходит руководитель, и все, команда за ним, откуда он пришел. А та команда, которая работала до него, профессионалы, они уходят уже за человеком. Ну смотрите, об этом все говорят, но это же продолжается. Знаете, вот буквально на днях президент подписал указ. Силуэт этот указ вступает с 1 марта. И в соответствии с этим указом уже должен соответственность секретаря становится в реальных правах выше, чем должность министра. Потому что давно президент этого хотел, чтобы ответ секретарей, они отвечали за кадры и за финансовую часть. Их никто не трогал. А министр это политик. Любой первый руководитель, я вот понимаю президента и вполне согласен с ним, он должен быть политическим лицом. И реализовывая вот ту свою программу, он должен потихоньку уходить. Ну смотрите, политик, настоящий политик, он должен быть открытым и доступным. В первую очередь, я думаю, для общества и для журналистов. Но в нашей программе еще ни одного министра не было. Ну значит, пока, пока, наверное, мы не имеем... Нет, подождите, Максим Султанович, я вот обращаюсь, я говорю, приходите к нам на программу, да. Он боится сказать лишнее, он боится сделать неправильный шаг. И все осторожничают и думают, лучше мы откажемся от этого интервью, хотя хочется задать очень много вопросов. Значит, такие люди, во-первых, что, они неполноценно представляют свою личность на той должности, куда доверил президент. Потому что он не может не только публично выступать, он уже, если у него такая слабость, он не может убедить и главу государства, который он назначал, и своего премьер-министра, вот конкретно министра, если этого касается. Потому что он слаб в этом вопросе, он боится лишнее что-то сказать, лишнее ошибиться, ошибиться. Это уже не политик, это уже не политик. А любой первый руководитель, особенно министр, это в первую очередь должны быть политиками. Но у нас много политиков среди министров? Ну, сейчас я не буду, конечно, давать конкретную оценку, но есть, есть. Но, мне кажется, еще наша система, вот наличие такой личности, как Назарбаев, в лице первого руководителя, лидера нации, это трудно, трудно остальным. Я, конечно, как его соратник, как его ровесник, который, ну, более 50 лет знаю, сотрудничаю, мне намного легче было, будучи руководителем, генеральным прокуратом, сядем верхом сюда, где-то говорить ему открыто. А вот в другом пока, конечно, это вот где-то, мне кажется, чуть-чуть он комплекс создает. Поэтому они где-то насторожничают, так, осторожничают, где-то не раскрываются. Но это тоже не дело. Ну, я хочу вам сказать... Раз президент доверил, значит, они должны делать и приходить ему, убеждать его. Ну, что, набишь, именно я так хочу, а так неправильно. По моим наблюдениям, да, те, кто осторожничает, они, как правило, растут. Правильно. И это, это всегда потому, что тот, кто не осторожничает, он всегда, видимо, более справедлив. А путь к справедливости и вообще дорога людей, которые именно по пути справедливости идут, она всегда тяжела. Вы 50 лет, да, дружите с нашим президентом? Ну, с 58-го года это получается сколько уже? Ну, более 50 лет. Да. Да. Вы являетесь одноклассником президента? Нет, нет. Не одноклассником? Я одноклассником по училищу, да. Училищу. То есть вы учились вместе? В Днеприджевске, да, вот на Украине. Ну, 18-18 лет мы друг друга знаем. Вас часто просят, чтобы вы, скажем так, пользуясь этой дружбой, я не знаю, там, помогли кому-то стать министром, вице-министром? Вообще, знаете, не часто, редко, но обращаются, просят. Я говорю, вы ошибаетесь. Я не вмешиваюсь с дела президента, во-первых. Да, бывали моменты, ну, до недавнего времени. Неужели за все время вы ни разу никому не помогли? Нет, во-первых, нет, конечно. Если вот считать тех людей, которые выросли с моей помощью, я тоже считаю, президент помог. Мне иногда журналист задает вопрос, говорит, а не помощь ли то, что вы достигли таких высот, это не помощь ли вашего друга президента? Я говорю, конечно. Конечно, если бы не было его, не было его, каким бы золотым мне был, возможно, я бы не достиг, возможно, достиг бы, если бы первый руководитель будет объективным, да? А возможно, не достиг бы. Но в то же время, я говорю, ну, у него же тысяча друзей, тысяча знакомых. У нас, например, в училище учили 71, поступали 71, закончили 69. Но ни одного, кроме меня, он же не вытащил на такую большую руководящую должность. То есть он увидел, он верил во мне, верил во мне. Выбрал только меня, который мог вот в те первые годы строительства правовой основы нашего государства, вот, я считаю, я выполнил все, что я мог. Но вы были генеральным прокурором, вы были председателем Верховного суда, вы занимали очень высокие посты. Вы скучаете по тем временам? Не скучаю, но, знаете, вот, иногда просто становится обидно, когда те реформы, которые мы тогда начали, причем вот такие реформы, в основном, я имею в виду в правовом плане, в системе правоохранительных органов судебной системы. И по кое-каким очень демократичным, очень позитивным аспектам, вопросам, которые мы достигли той реформы, они отошли на 10 лет назад. Просто становится обидно, что ребята, ну, не тем путем, ну, не обязательно же уничтожать то, что до тебя, до тебя сделали. Потому что каждый, мне кажется, приходит со своим самоваром. Конечно. Ну, даже вот смотрите, 28 июля был избран председателем Верховного суда в Сенате парламента по представлению президента страны. 25 августа, я вот до сих пор помню, впервые в истории Казахстана, в соответствии с новым законом о судах и статусе судей, руководителем рабочей группы по проекту я был сам, мы, президиум Верховного суда, это самая высшая инстанция судебной системы нашей по решению уголовных гражданских дел, 9 судей во главе со мной вышли в мантиях. Помните? Бордовый цвет, вот, национальные какие-то облики были, да, вот именно вот такой цвет. И даже вот эту вот мантию, которую уже и то поменяли сегодня судей, конечно, это их не дело, кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то нравится бордовцы, кому-то черные, у каждого своего, да. Европейские, да, вот это вот, ну, сделали. Ну, не в этом деле, вот так и хочется, чтобы, ну, люди забыли, что-то сделано, и причем что-то ближе к обычаю, к традициям нашего народа я старался. Оно, значит, мне понравилось, но европейзированные ребята наверняка вот так и оказались. Ну, вы же знаете, что, вы же помните, какие были коррупционные скандалы в Верховном суде, да? Конечно, кто только об этом не знает. Как вы отреагировали? Ну, знаете... Во-первых, несколько судей, да, сразу? Во-вторых, выясняется, что у одной суди несколько вилл за границей, да, какое-то большое количество, ну, я не помню суммы, но суммы были очень большие. То есть, судьи Верховного суда брали взятки? Ну, знаете, вот, насколько я знаю, сейчас вот Карагандинский областный суд, где пересматривался в апелляционном, по-моему, или уже в конституционном порядке, это дело отменило. Но у финансовой полиции же были доказательства. Ну, насколько, знаете, вот, я не даю, вообще я не сторонник того, чтобы давать оценку судебному делу, пока он не отменен. Не отменен, не вступил, или не вступил... Это, знаете, это международное право и наша конституция. Никто не имеет права кого-то обвинять или считать невиновным, кроме вступившего в законную силу приговора суда. А вы слышали про инцидент в Павлодаре, который недавно произошел, когда молодой парень показал неприличный жест в адрес кортежа спикера Сената Хайрата Мамии? Да, я читал. И его закрыли на пять суток. Причем Хайрат Мамии, говорят, сам не видел этого жеста. Ну да, я тоже, по той информации, которая есть на сайтах, я тоже, ну, пока, во всяком случае, верю в эту информацию. Ни Хайрат Мамии, ни его помощник, который сидел в этой машине впереди, рядом с водителем, они не видели и не знают. Ну, тогда, получается, зачем полиции, да, вот, вмешиваться в это дело, если никто не жалуется. Если нет обиженного человека, жертвы нет, да? Ну, во-первых, что, вот в одном сайте, между прочим, я не помню сейчас где, там рядом с этой информацией поставили фотографию. В этой фотографии перед зданием какого-то серьезным, зданием какой-то или компании, или банка, какое-то здание, стоит памятник этому пальцу. Я, честно говоря, вот, оказывается, не знал значения. Вот это знаю, вот это знаю, вот это знаю, окей, да? Да. Под водой, окей. А вот это пальцу не знал, до того момента, как этот скандал не разгорелся, так? Ну, это все временно, пока мы идем. Мы же не построили полное демократическое общество, мы строим его. Мы поставили задачу построить, но это процесс, это не факт стать демократом, так? Это не факт, чтобы государство стало демократическим, раз в конституцию записали. Это процесс. Даже 150 лет, например, я говорю, демократия Америки, то дает сбои, и то дает сбои. То есть это время, это процесс, который пока человечество будет, ведь слово демократия во времена Геракла, да, или как его, Аристотеля, во времена Аристотеля появилось это понятие. Демократия, из латинского слова, демос кратос, руководство народом, да, руководит народ. То есть вы считаете, что это несправедливо? Пять суток молодому парню дали за то, что он пока... За что? Ну, если бы даже он действительно хотел, как он, он, оказывается, признал, действительно хотел, ну, где-то обиду, слушай, что ты мне делаешь? Он, говорят, безработный, ну, из сайта видно, человек безработный, без какого-то определенного места, где... А тут проезжает дорогой автомобиль, он знает, что этот человек какой-то имеет отношение к власти, и он просто высказывает, как бы, свою гражданскую позицию, да, таким образом? Ну, вот видите, вот сейчас как раз по телевидению показывают, в некоторых европейских странах протесты, ну, сторонники однополого брака, вот, женщины там, голые, проявляют свой протест вот таким видом. Конечно, их арестуют, потому что это хулиганство, это уже явно хулиганство. У нас, например, это хулиганство, ну, такие вещи, так, в общественном месте, оголятся. А вот вы бы обиделись, если бы вам так показали? Как это? Вот если бы вы проезжали в этом, ну, если бы ваша машина проезжала, и вам бы показали, вы бы увидели, вы бы обиделись? Нет, я бы тоже показал ему. Это классно. Мне кажется, тут ни маме, ни его помощи, ни кто, это переворщили наши менты, так будем говорить, вот, именно своим правосознанием. И судья, ну, как это так, а? Нету жалобы даже со стороны того, который обидел. Полицейские увидели, что он кого-то, ну, нету субъекта, субъекта потерпевшего нету. Нет, суд берет, и это, говорят, мелким хулиганством, мелким хулиганством, и где-то, а какой общественный порядок он нарушил, этот человек. Ну, вы же понимаете сознание людей, которые живут за пределами Астаны, да? То есть это был Павлодар, приехал большой человек. Я не зря подчеркнул, безработный человек, правильно? Он обиженный чем-то, нетрудостроенный. А я сейчас говорю про сознание тех, кто охранял этот кортеж. То есть они, мне кажется, переборщили. Ну, это пока же уровень. Это уровень, просто приехал большой человек, и они готовы вот все сделать, лишь бы вот человек приехал довольный, да, и уехал довольный. И, как правило, показывает, ну, вот вы, как друг президента, вы же можете многое говорить ему, потому что вы же понимаете, что прежде чем президент едет в какой-то регион или в какой-то город, там начинается за месяц подготовка, да? Вам не кажется, что иногда все-таки лучше видеть реальную картину? Да нет. Во-первых, наш президент, вы знаете его достоинства, его возможности. Он же совершенно открытый человек. И он может ответить на любой вопрос и попасть в точку, правильно? Да. Вот я никогда не видел, чтобы он ошибся. Чтобы он ошибся, вот, в ответах, никогда не видел. То есть он этого, и это просто перебачивают организаторы. Они сами не хотят себе создать лишнюю проблему, вот зададут мне такой вопрос. Как раз президенту нужны такие вопросы. Это, значит, исходит, вот такая организация исходит от тех, которые боятся, что могут сказать президенту правду, реалий. А ведь много же ему не доводится. Вот такую картину создают. Все хорошо, все хорошо. А ведь не все хорошо, весь президент сам знает, что не все хорошо. Правильно? А вот именно вот такая, как его, сверхорганизация. И обидно, что Министерство ведомств, и, к сожалению, я был недавно буквально свидетелем такой организации в нашем родном Министерстве образования. Но я приехал именно по просьбе этих организаторов, то есть конкретных должных лиц, которые очень хотели, чтобы мы заползли за час, приехали. Думаю, для чего нужно? Оказывается, там 200 преподавателей, взрослые люди, целый час репетировали, как они должны выходить на сцену, как они должны поблагодарить министра. Что это такое? Я примерно думаю, что это не министр. Он не знает, потому что он сам задержался, у него совещание было, и попросил прощения у нас у всех. Говорит, слушай, обиделся своим замом. Говорит, я же вам сказал, проводите, начинайте без меня. Чего вы мне ждете? Если, конечно, это не игра. Вот этот вот формализм, формализм, вот, ну, идет повсеместно. Но он же повсеместно, он же везде. Ну, не президент же, а народ думает, вот, президент сам виноват. Вот такую, как сам президент недавно заявил же, что таким путем вы делаете мне медвежьи услуги, по всему свету развешивали, говорит, мою фотографию. Видите? Он же сам сказал об этом. Вот. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok